Это «Вести утро» Карачаева, Черкесия. В студии Альбина Курачинова-Кенжева. Здравствуйте! Традиционно начинаем выпуск с прогноза погоды. В Карачаево-Черкесии местами осадки, дождь, мокрый снег. В отдельных районах сильные осадки в сочетании с грозой и сильным ветром до 25 метров в секунду. Ветер южной четверти 6-11 метров в секунду. Днем порывы до 14 метров. Температура воздуха ночи плюс 1, плюс 6. В горах местами минус 4, плюс 1. И днем до плюс 8 градусов. В горах местами минус 3, плюс 2. На дорогах местами гололедится. Черкесский дождь, мокрый снег. Ветер южной четверти 6-11 метров в секунду. Днем порывы до 14 метров. Температура воздуха ночи плюс 2, плюс 4. Днем плюс 4, плюс 6. Рабочая группа во главе с сенатором Крымом Казаноковым посетила светлую обновленную школу Аула Кубина после капитального ремонта, чтобы лично проверить качество питания учащихся и оценить, насколько дети довольны рационом. Из чего состоял обед и всем ли понравилось, смотрите в нашем репортаже. Когда ребенок начинает ходить в школу, требования к его питанию меняются. Ведь у школьников довольно большие психологические и умственные нагрузки. Кроме того, многие дети посещают спортивные секции. При этом организм продолжает активно расти. Поэтому к вопросам питания ребенка школьного возраста всегда следует уделять достаточно внимания. Пока шли съемки сюжета, мы заметили, как дети с неподдельным интересом и в предвкушении заглядывают в столовую, предугадывая по ароматам, что же будет на обед. Сегодня в меню наваристый борщ на первое, а на второе – любимое блюдо всех школьников – воздушное пюре с куриной котлетой, плюс салатик, компот и фрукты. Столовая на самом деле очень хорошо кормят, тут все вкусно. Особенно я люблю куриные котлеты, а на первое – борщ. Кто-то вкусно кормит. В рацион школьника необходимо включать в меню белковую пищу, мясные продукты, творог, молоко, яйца, а также жиры и углеводы. Еда должна быть многообразной, насыщенной витаминами и микроэлементами, сбалансированной по составу. Родители сегодня тоже присутствовали в качестве экспертов школьного питания. Руководство школы всегда в тесном взаимодействии с родителями учащихся и часто приглашают в школу на различные мероприятия. И сама попробовала очень вкусные блюда и первое, и второе. Ребенок, как я сегодня уже говорила, приходит домой, даже просит приготовить блюдо, как в школьной столовой. Любимое блюдо моей дочери – это борщ, это куриные котлеты и салатики. А фрукты она ест все с большим удовольствием. Подытоживая школьный гастрономический экскурс, рабочая группа осталась довольной качеством школьного питания и здоровым румяцем на щеках у ребятишек. Напомню, что такие рабочие группы были созданы во всех субъектах Российской Федерации по поручению президента, которое он дал, для того, чтобы оценивать как ход капитального ремонта и оснащения образовательных организаций, так и организации самого питания. В этом году нам поставили задачу для контроля качества питания не только за вкусовым, не только, вернее, за тем, насколько разнообразно меню, нравится ли оно детям, но и лично попробовать, убедиться в том, что продукты вкусные, приготовленная еда вкусная. Дети с удовольствием уплетали, съели все, что им приносили. Отзывы и от детей, и от родительского комитета только самые лучшие. Депутат говорит, что такие визиты рабочих групп будут по республике очень часто, но без предварительного анонса, чтобы создать эффект неожиданности. Альбина Курочинова, Кенжи Валибастанов, Вести, Карачаева, Черкесия. На этом я прощаюсь с вами. Через несколько минут в эфир выйдет информационный выпуск Вести на Ногайском языке. Затем вашему вниманию будут представлены программы Ногайской редакции. А в 14.30 смотрите Вести с Аллой Динаевой. Удачного продолжения дня и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok